или удовольствие Искандер Собая, личный бренд, кара или удовольствие пожалуйста у меня будет читка, коллеги прежде чем я начну, хочу сказать, что кто меня знает, знает меня таким достаточно веселым, циничным шутливым человеком то, что я написал такое немножко личное, или даже глубоко личное, то, чего от меня из чего меня бомбит поэтому, когда я это буду читать я не буду как-то стараться поддеть или издеваться, и это реально то, что внутри меня живет ну, мы уже начинаем личный бренд, кара или удовольствие все мы умрем каждый из нас издаст последний выдох и глаза закроются навсегда когда это будет? никто не знает одно можно прогнозировать уверенно, через 10 лет у каждого из нас будет личный бренд не верите? тогда посмотрите социальные сети они растут с каждым днем и каждый день появляется все больше фото, текстов, видео мы размышляем о погоде природе, еде жалуемся, стонем радуемся, хейтим, критикуем и хвастаемся мы делаем вид, что изображаем изображаем жизнь мы живем жизнь полную лайков и комментариев мы хотим попасть на ТВ или на страницы бизнеса и модных журналов не все, конечно, не все есть те, кто до сих пор считает деньги и любят тишину чем меньше обо мне знают тем спокойнее мне живется ну, конечно, спокойнее я хорошо помню, как мне спокойно было на Алтае никакого интернета никакой мобильной связи полная изоляция от общества горы по обе стороны бурная река весло люди пороги один за другим и эти крики греби, тавань и это потрясающее звездное небо и ни слова о личном бренде так что же такое личный бренд? карли удовольствия видимость, узнаваемость или просто веяние моды? как всегда, это вопрос подвохом личный бренд это путь путь влияния на людей когда начинаешь новичком потом идешь к профессионалу и вот тебе уже тесно и ты хочешь быть экспертом как же много личных брендов падали с горы экспертности и разбивались о низкое качество продукта непонимание аудитории страха синдрома самозванца и лишь немногие из нас как данка вынимают сердце из груди и освещают путь окружающих их ведет сверхцель и миссия они герои они отделяют себя от других не боясь открыто говорить о своих ценностях и убеждениях они бескорыстно делятся знаниями они помогают они-то знают о чем будет их последний вздох что будет последним когда они бросят свой взор и что останется когда их тело засыпет землей дети уйдут свет за ними а все деньги будут потрачены эти точно знают для них личный бренд это путь, инструмент и удовольствие а есть люди пустые они показывают дорогие тачки глухари, жизнь путешествия, развлечения все то, что так манят тех кто ищет богатую жизнь такие люди вымучивают из себя эмоции изображают знания критикуют, хейтят чаще всего обманывают просто глядя в глаза своим читателям они бы и рады публиковать только глянцевые фотографии и вылизанные помощниками тексты тогда они станут абсолютно неживыми и скоро пропадут с наших экранов калифы на один час люди-искры взять, схватить, обмануть но достигнуть своей скромной жадной личной цели вот для таких личный бренд кара что они потом будут делать? куда пойдут? они не задают таких вопросов ибо там пропасть черная дыра и дна этому нет они не думают что оставят после себя даже так они боятся и запрещают себя об этом думать для них это сокрытая тема но они очень хотят свой личный бренд ведь это способ быстро и понятно получить то что им нужно уже сейчас а не потом когда-нибудь а что же личный бренд для вас? кара или удовольствие?